Добрый день, уважаемые телезрители! С вами, как всегда, программа Козгарас, я его ведущий, Ирак Ильи Кеев. Как известно, в этом году в нашей стране пройдут выборы сельских Ахимов. Голосовать за кандидатов будут депутаты Маслихатов, и Ахимов будет избираться сроком на 4 года. Подробнее о предстоящих выборах спросим у нашего гостя, сегодня у нас в студии, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Адактан, ФОС Владимир Карлович. Добрый день, Владимир Карлович! Мы с вами давно знакомы, наверное, еще с созывов первого профессионального парламента. Сегодня ставят вопрос о том, что выборы Ахимов. Я вас спросил бы, просто хотел спросить, вообще, зачем эти выборы нужны нам сельских Ахимов? Ну, исходя из того, что это одна из ступеней, можно сказать, первая ступень развития местного самоуправления. Концепция о местном самоуправлении была опубликована в конце прошлого года и утверждена указом президента республики. А теперь скажите, Владимир Карлович, скажите, когда будет проходить сами выборы? Ну, сами... Кого будем мы избирать? Какого уровня Ахимов? Мы будем избирать Ахимов. Это аульных сельских округов, сел, поселков, сел и аулов, которые не входят. И городов. И городов районного подчинения. Сколько мы будем избирать, будем таких вот Ахимов? Ну, таких административно-территориальных единиц 2460, и из них 45 – это города районного подчинения. Вот, Владимир Карлович, мы... Уже у нас опыт был. В 2001, потом в 2006 году, да? Да. Эксперимент мы проводили. Проводили. А вот я хотел спросить, мы учли какие-то изменения того, что мы проводили, или нет? Мы как-то... Дело в том, что как будут работать Ахимы. Теперь, согласно концепции, они будут обладать определенными полномочиями и иметь материальные финансовые ресурсы для выполнения и обеспечения тех полномочий, которыми они будут обладать. Почему мы вначале этот вопрос не решим, а потом проводить выборы? Все же закона мы не приняли. Ну, я... Ну, как закон... Каким мы законам приняли? Каким у него полномочия будет? Ну, насколько мне известно, уже парламент рассмотрел законы о местном самоуправлении. И как раз от децентрализации полномочий и наделения полномочий как раз Акима этого уровня. Я думаю, что теперь осталось только этот закон вести в действие. Владимир Владимирович, ну, мы же с вами живем, мы бываем часто. Ну, там в селе, кроме школы, детского сада, ничего нет? Какие еще полномочия? Ну, понимаете, я думаю, если, если, вот с моей точки зрения, если соответствующий Аким будет обладать финансовыми, материальными ресурсами, то у него будет возможность не только заниматься социальными вопросами, а каким-то образом развивать территорию, делать ее привлекательней для тех, кто будет на ней проживать. У нас, наконец, телезритель ждет. Мы слушаем вас, уважаемый телезритель. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Хотел бы узнать, каким важнейшим требованиям должен отвечать кандидат? Какие самые необходимые требования? Спасибо за вопрос. Ну, согласно правилам выбора Акима, утвержденным президентом республики, кандидат Акима должен быть, во-первых, гражданином республики Казахстан, обладать активным избирательным правом, быть не моложе 25 лет, проживать на территории области соответствующей, иметь высшее образование и соответствовать требованиям закона о государственной службе. Службе, да? Службе. А вот скажите мне, пожалуйста, каким путем будем избирать мы Акимов? Население будет избирать? Или же это депутаты Маслихата будут избирать? Нет, это выборы будут косвенные. Избирать Акимов будут выборщики, которые являются депутатами Маслихата. А сколько у нас депутатов Маслихата? Вот скажем, в районе сколько там? Человек 10-15? По-разному. Все зависит от количества населения. Согласно закону местных представительных органов, в Маслихате, в районном должно быть до 35 депутатов. Да. Депутатов. А всего Маслихатов 160 районных и 37 городских. Вот во всех районах Маслихатов будут выборы и большая часть городских Маслихатов тоже будут избирать Акимов. На альтернативной основе или нет? Обязательно. Согласно концепции и правилам, выборы должны проходить на альтернативной основе. То есть не менее двух человек. Верхнее число не ограничено. А теперь скажите, Владимир Владимирович, а кто будет предлагать эту кандидатуру? Предлагать кандидатуру согласно и концепции и правилам, это прерогатива высшестоящего Акима. То есть Акима района или Акима города. Ну, естественно, после консультации с местным сообществом. А как это вот понимать слово сообщество? Я вот и слышал уже. Как это понимать это сообщество? Местное сообщество, как раз определение дано в законе о местных представительных органах и местном самоуправлении, имеется в виду, это та часть населения, которая живет в конкретном населенном пункте. Как Аким будет с ними консультироваться? Это, как говорится, право Акима. Все зависит от того, как в том или ином населенном пункте вот как раз это местное сообщество соорганизовано. Может, это будут какие-то группы, собрания, сходы или встречи с Аксакалами. Тут уж сам Аким будет решать. А вот там какие-то требования есть от Центра Оседлоси? Потому что уралманы некоторые очень активность проявляют. Ну, Центр Оседлоси только, я уже сказал, обязательно житель этого, житель данной области и, естественно, гражданин Республики Казахстан. Хорошо. Как будет выдвигаться кандидат? Сама процедура, скажите. Я вот то, что спросил, но еще какие-то подробности. Да, сама процедура, как говорится, ничем не отличается от всех выборных кампаний. Кандидатов будет предлагать, повторюсь, на альтернативной основе. Это вышестоящий Аким, Аким района либо города, будет предлагать в районную избирательную комиссию тех лиц, естественно, которые соответствуют требованиям, о которых я уже сказал выше. Само выдвижение будет в течение пяти дней, такой ускоренный вариант. А как самовыдвижение? Самовыдвижение не будет. Нет, нет, я поэтому. Да, поэтому выборы, вернее, выдвижение только вышестоящим Акимом. Владимир Владимирович, мне интересно, как вы думаете, где, возможно, ожидается где-то активность выбора какого сельского или города-районного подчинения? Как вы думаете? Вот, например, я на вскид могу сказать, Толгар представляет для меня большой интерес. Огромный мегаполис в одной области, город Толгары или, скажем, Каркаролинск, да? Ну, вы знаете, наверное, будет более активней там, где есть какие-то, вернее, во-первых, где больше населения, соответственно, в населенном пункте. Когда, кроме тех больниц, школ или что там, о которых вы сказали, есть еще, наверное, какие-то другие предприятия, хозяйства или прочее. То есть те моменты будут учитываться, которые влияют на развитие данной административно-территориальной единицы. Я думаю, там будет к выборам, наверное, интерес выше, чем других. Но по опыту прошлых выборов, в 2001, что мы говорили, в 2006 году, интерес существует к этой категории Акимов. А тем более все теперь знают, что они будут наделены особыми полномочиями и имеют финансовые и материальные ресурсы. Я думаю, интерес будет выше. Телефон, оказывается, вопрос есть. Мы слушаем вас. Алло. Да, да. Здравствуйте. У меня такой к вам вопрос. Насколько обновится состав Акимов? И что вы ждете по итогам выборов? Какие результаты вы ждете? Хороший вопрос. Ну, вы знаете, мы такой анализ и не делали. Просто все сейчас Акимы, они назначались высшестоящим Акимов. А теперь во всех административно-территориальных единицах этого уровня будут проведены выборы. Я считаю, что почти все Акимы сменятся. Даже если придет тот Аким, который и был раньше Акимом этого населенного пункта, он будет все равно избранным уже. У него будет другой статус. Владимир Карлович, вот я читал, что на альтернатной основе будут выборы. Скажем, я выдвинул Аким одного человека, ну, района. Ну, из-за того, что сообщество, как вы сказали, предложил другую кандидатуру. Я согласился с обеими кандидатурами. Продолжил Маслихатуру. Но одному шепнул, ты сними свою кандидатуру. Теперь, раз он снял свою кандидатуру, я так понимаю, да, тот не может пойти на выборы. Так, да? Идти, вот, меня интересует не это глава. Главное, эти кандидаты повторно могут подвигаться или нет? Вот, интересный вопрос. Ну, сразу чувствуется, что вы проходили выборную кампанию и сталкивались с такими моментами. Во-первых, Аким будет подбирать кандидатов, как я уже говорил, на альтернативной основе. То есть, их должно не менее двух быть. Во-вторых, эти кандидаты должны соответствовать тем требованиям, о которых я говорил в начале. В том числе и закону о государственной службе. Все-таки это будут государственные служащие, которые будут, так сказать, выполнять еще функции местного самоуправления. И поэтому просто так подобрать кандидатуру одну, ну, грубо говоря, проходную, а другую нет, навряд ли удастся. Потом местное сообщество может, как говорится, рекомендовать кандидатуру свою, Акиму. Но будет ли соответствовать она тем требованиям, которые необходимы, Аким, вышестоящий, будет сам определять. Предлагать эту кандидатуру и нет. И в том случае, если кто-то снимет свою кандидатуру и останется один человек на данный населенный пункт, то выборы в этом, как раз, населенном пункте Акима произведены не будут. Во-первых, потому что нарушены требования правил, то есть уже нет альтернативы. И сама кампания, выборы будут продлены до того, пока не подойдут новые кандидаты. Владимир Викторович, а вот зачем нам идти вот по этому пути косвенные? Почему мы прямые выборы не проводили? Мы что, боимся? Или чего-то, что-то, может быть, я не понимаю, может, какая-то есть под ним какая-то есть? Вопрос, наверное, все-таки не ко мне, почему косвенные выборы. Ну, во всяком случае, была концепция местного самоуправления, утвержденная президентом, там сказано, что выборы косвенные. Как я уже сказал, это первая ступень развития местного самоуправления. Наверное, отработаем по всей республике Казахстан выборы как раз косвенные. Посмотрим, как в процессе будут работать Акимы, наделенные теперь новыми полномочиями, имеющие ресурсы соответствующие. И потом, наверное, дальше будет местное самоуправление развиваться и посмотрим, как... Нет, вот, Владимир Владимирович, я почему говорю, я слежу за своими соседями, они сейчас вот идут на прямые выборы мэра в городок. Возможно, и мы придем к этому. Надежда такая есть, может быть? Ну, почему бы нет, все развивается. Посмотрим, опробуем, проведем опробацию. Теперь вот у меня другой вопрос. Проанализируем. Мы, ну, Аким сменился района. Пришел новый Аким. Это продолжает работать. Он не слушает его. Он может задать вопрос о его? Вот завели. Освобождение. Ну, вообще, Акимы избираются на 4 года. Это во-первых. Во-вторых, естественно, Аким должен исполнять те обязанности, которые будут на него возложены. И Акима может снять с должности только Аким район или города и при, так сказать, согласии Акима области в данном случае. То есть, сам Аким, я думаю, решать этот вопрос не будет. Ну, а как же, мы же его выбрали же. Пришел новый Аким район. А теперь он ставит вопрос о его освобождении. Я понимаю, недавно внесли изменения. Такое право есть у главы государства, у президента. Да? Наделили такое право. Президент, я понимаю. Ну, вот Аким района. Вроде не сработался. Или у него до этого какие-то были с ним взаимопонимания. Взаимопонимания не было. Я понимаю, ну, понимаете, это очень просто. Сработался, не сработался. Все-таки Аким все равно является, как я уже сказал, государственным служащим. И те основания, когда он оставляет эту службу, прописаны в законах. И вот на этих основаниях, на законах, он может быть только отлучен от должности. Я боюсь другого, Владимир Владимирович, что вынудит его написать заявление о собственном сложении полномочий. И вы должны в это время, мне кажется, вмешаться. Действительно ли это добровольно или нет? Ну, человеческий фактор тут, конечно, нужно учитывать. Но я не думаю, что будет так уж нагло и примитивно. Я, конечно, это к нашему вопросу отношения не имею. Вчера в интернете прошла информация, что якобы подал в отставку или подал заявление Аким города Чемкент. Сегодня уже другая информация, что якобы он заболел. Вот, а представьте себе, это город областного подчинения. А сельский Аким? Ну, я могу, естественно, что сказать, что сейчас очень внимание уделяется, ну, во всяком случае, мы видим, идет реформирование государственной службы. Формируется корпус А, уже много о нем говорили, корпус Б. И если Аким, на которого будет, так сказать, оказывать давление, вышестоящий Аким, незаконно, и у него есть все основания, согласно законам, обратиться в соответствующие инстанции и вплоть до того досуда, чтобы отстоять, так сказать, свое честь и достоинство. Владимир Газ, а во сколько это обойдется нам финансовым отношением, выборами сельских Акимов? Ну, выборы, я вам сейчас, полмиллиона где-то, наверное, примерно, по прикидкам, они будут из государственного бюджета, ну, идти через местные средства, местные средства, и будут деньги потрачены, естественно, на организацию этих выборов, на агитационные вопросы. Ну, то есть, как обычно, в те сферы, которые требует выборная компания. Владимир Николаевич, выборы будут проходить в один день или нет? Это, я думаю, будут решать Акимы с районными комиссиями и маслехатами. Ну, я уже сказал, что они будут в первой половине августа. Ну, это я понял. Я почему говорю, потому что наши соседи хотят, чтобы выборы были в один день. Возможно, выборы будут в один день в одной области, но в другой области, может быть, в связи с какими-то... Поливная, да, да, да. Будут выборы, день голосования сдвинут. Но вполне возможно, что этот день будет сдвинут только по отношению к другим областям. А какие агитационные работы можно проводить? Ну, агитационные работы обычные. Во-первых, раз избирают выборщики, то, значит, кандидаты будут встречаться с выборщиками. Деньги будут выделены в собраниях. Вот как раз для встречи с выборщиками и изготовления, и распространения агитационных печатных материалов. Какие еще у вас есть, вот, телезрителям у вас, чтобы они проявили активность или пожелания какие-то, или кандидатам будущим какие-нибудь требования должны выполнять? Ну, к самому населению, да. Ну, видите, все-таки выборы косвенные. Население непосредственно не участвует, но у населения есть их рупор. Это те депутаты Маслихатов, которые они избирали. И, пожалуйста, связь населения с депутатами. И депутаты в праве учитывать. Ну, опять же, с выходом на депутатов Маслихатов, которые непосредственно будут избирать. Еще что у вас есть сказать? Кандидатам? Кандидатам? Ну, они сейчас же все ждут, думают, Владимир Карлович, что нам скажете, интересно? Они какие-то экзамены должны проводить или нет? Знание государственного языка обязательное или нет? Нет, я еще раз повторюсь. Они должны соответствовать тем требованиям, которые написаны в правилах. Это, во-первых, ценз проживания, это ценз образования и возрастной ценз. То есть высшее образование не ниже 25 лет и проживать в области. И в то же время, как государственные служащие, которые будут выполнять функции местного самоправления, они должны соответствовать закону о государственной службе. Ну, там есть, во-первых, указания на то, что они должны обладать определенным профессиональным опытом. То есть работать на госслужбе определенное количество времени, допустим, либо иметь какую-то ученую степень, либо работать 4 года в других организациях, на должностях соответствующих. Ну, то есть определенный опыт иметь. А потом каждый государственный служащий должен на себя, так сказать, согласиться с ограничениями. То есть быть дееспособным. Он должен взять на себя ограничения, допустим, не заниматься бизнесом, если у него бизнес есть, передать доверительное управление, либо как там. Не допускаются люди, которые уволены с государственной службы по отрицательным мотивам, с запретом занимать определенное число лет государственной должности на государственной службе. Те лица, которые были осуждены судом, перечислен ряд преступлений. Те, которые уволены с государственной службы за правонарушения, связанные с коррупцией. Ну, то есть... Владимир Николаевич, я хочу вот для наших телезрителей, особенно для кандидатов сказать, что все-таки чем быть заместителем Акима района, лучше быть выборным Аким. Выборным Акимом... Вы знаете, наверное, фактор того, что он избран, он наделен доверием, тем более такого государственного органа, как Маслехат, это накладывает тоже и ответственность, и желание, наверное, что-то сделать. А о чем я говорил, подкрепление соответствующими ресурсами и полномочиями, это, наверное, будет, так сказать, удваивать желание поработать. Все организационные мероприятия готовы, чтобы провести выборы, да? Да, у нас готовы. Центральная избирательная комиссия подготовила ряд методических документов, потом образцов документа. Мы собираемся в следующем месяце провести большой семинар непосредственно с теми, кто будет проводить выборы, и, так сказать, ответить на все вопросы, которые возникнут. И, естественно, контролировать исполнение правил и организацию проведения кампании. И последний вопрос, он не касается к нашему этому, к этой теме. Вместе с тем, я вынужден его задать, чтобы наши телевизорцы об этом знали. В Атравской области многие депутаты замешаны коррупционным правонарушением. Знаете, да? Ну, была такая информация. Различного уровня, различного уровня. Я специально не говорю. Вы как-то ставите вопрос о их ответственности или нет? Ну, вообще, это вопрос не к Центральной избирательной комиссии. Этот вопрос ставится. Этим занимаются те органы, которые непосредственно должны заниматься этим. И, как вы сказали, из тех же средств массовой информации мы об этом знаем. Ну, мы же деньги тратим. Конечно. Огромные деньги. Мы должны выборы проводить. Конечно. И поэтому я уже сказал, что те лица, которые замешаны были или каким-то образом соприкасались с коррупционными, вот как раз нарушениями по этому вопросу, они, естественно, будут не соответствовать требованиям этого кандидата. Время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, у нас в гостях был заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан ФОС Владимир Карлович. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем эфире. Вам огромное спасибо, что пришли. Спасибо. Развести успех в вашей деятельности. Спасибо большое. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин